Алексей Алексеев Алексей Алексеев Алексей Алексеев Алексей Алексеев Алексеев Алексей Алексеев Алексеев он набирает, как долго может ехать на заряде. Я так понимаю, что это полностью автомобиль на электродвигателе. Это да, это автомобиль своего класса, мини-автомобиль, квадрицикл так называемый. У него максимальная скорость по ГОСТу, 110 км в час. То есть фактически и бензиновый вариант, он 21 лошадиная сила. Фактически достаточная скорость для того, чтобы красиво с ветерком проехать из точки А в точку Б, получить удовольствие. Если сравнивать его с текущими автомобилями, примерно, то есть, ну, кабриолет, это что-то типа купе, кабриолет, Peugeot 206 какое-то такое, да? Как один из вариантов, да, это что-то такое, с чем можно сравнивать, как купе, Peugeot и так далее. Когда мы можем увидеть автомобиль в серии? Искренне в это верю. Надеюсь, в 2017 году, как минимум, у нас будет уже готово все для того, чтобы запускать серийное производство. Сейчас ждем ангела своего. Я понял. Скажите, Алексей, с точки зрения, например, коллективного инвестирования, что бы мы могли предложить инвесторам в качестве какой-то, может быть, ну, не очень большой доли, но с перспективой получения какой-то прибыли, то есть, ну, минимальный вход в вашу компанию сколько составляет? Я вот именно сейчас в последнее время как раз рассматриваю, именно для этой модели, для создания для, как в сетей, каршеринг именно такого автомобиля, возможность группового инвестирования, так сказать, что бы каждый мог, я думаю, ценник не менее 100 тысяч рублей и какой-то там доля процента. Я понял, Алексей. А вот если рассмотреть такой момент, представляете себе коллективные инвестиции, просто инвестор покупает себе в серии один автомобиль, то есть серия у вас там, я не знаю, там 50 тысяч автомобилей, и, допустим, какую-то часть стоит один автомобиль, да, то есть, ну, и один инвестор покупает один, например, автомобиль, и позже вы его сдаете в аренду, а он получает небольшое роялти от аренды. Вот, например, в этом плане сколько бы стоила инвестиция для инвестора такого плана? Я думаю, ценник тот же самый, 100 тысяч рублей, как раз это и есть одна там треть стоимости этого автомобиля, которую он может потом получать от прибыли и его использования. Это, кстати, очень интересно, спасибо за идею. Да, круто, можем, в принципе, реализовать на краудинвестинговой платформе Symex, будут вопросы, можем пообщаться. С удовольствием будем общаться, я давно с вами знаком, наблюдаю, и очень интересна ваша платформа. Спасибо вам большое. Благодарю, Алексей, на пустные слова, что-то вот, ну, в качестве поздравлений с Новым годом, ну, и немножечко позитива. На самом деле всем реального счастья, свершения всех своих мечт. У меня еще пара проектов есть, скоро увидите, так что всем любви. С наступающим, друзья, с наступающим 2017 годом. Он будет таким же жарким, как и год обезьяны, потому что это будет год петуха. А петух, как известно, мечется во все стороны, кудахчет постоянно, с утра всех будет. Это энергичный чувак, который не дает никому покоя. Так что в год петуха будет очень-очень-очень интересно. Оставайтесь с нами, это канал «Саймакс Ньюз» и «Курильчик Денис». И чтобы клюнул петух. Да, да. И чтобы клюнул, но не туда, куда бы все подумали. zin – это какой-то лайк – это самый красивый метод. Займакс Ньюз» и «Курильчик Денис» быкал. Займакс Ньюз» – «Курильчик Денис» и «Курильчик Денис» – «Курильчик Денис» и «Курильчик Денис» Продолжение следует...